Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Я записываю видео, которые улучшают качество жизни. Сегодня поговорим о том, как справляться со страхом. У каждого человека возникает это состояние, и мы называем его страхом. То есть это состояние от волнения до панического ужаса. Разные такие эмоции, они у каждого даже проявляются по-разному. У кого-то это оцепенение, у кого-то это ужас, кто-то, например, там, не знаю, как-то волнуется, как-то ходит. То есть суть в том, что мы чувствуем вот это состояние, как будто вот может произойти что-то, ну, не такое плохое, то, что мы не хотим, чтобы произошло. И в теле это чувствуется как такое вот, я же говорю, от волнения до ужаса. То есть скованность может быть, какие-то такие неприятные ощущения в животе, ощущение такого какого-то дрожания рук, или какой-то такого нервного тика, или что угодно. То есть тело реагирует, и появляется вот эта эмоция. Эмоция, которую мы распознаем как страх. Каждый человек справляется с ней по-разному. Кто-то бежит от страха, не хочет его чувствовать, кто-то, наоборот, осознанно идет в этот страх, то есть делая так, чтобы его принять. То есть имеется в виду, мы наблюдали, например, за теми людьми, которые прыгают с парашюта или лезут, совершают восхождение без страховки. То есть каждый человек на самом деле в жизни старается справиться со страхом. То есть когда мы делаем, например, ну как ребенок первые шаги, это тоже справление со страхом, да. То есть потому что что-то новое, оно всегда вызывает какое-то такое неопределенное чувство, а вдруг не получится. А может произойдет что-то не так, как я хочу. И вот это ощущение, как произойдет не так, как я хочу, или там что-то не получится, мы называем страхом, или опасением, или еще какими-то эмоциями. Потому что это то, что есть внутри нас, и оно пытается проявиться, то есть как бы идет наружу. Мы можем подавлять это, сдерживать, или как-то действительно идти, чтобы это прошло через нас и сгладилось, ушло. Наверное, это самый верный способ. Но я предлагаю другое решение. То есть решение в чем? В том, чтобы посмотреть, откуда этот страх проистекает, то есть его причин. Потому что в настоящем, да, ну например, если вы стоите на краю пропасти, может у тела возникать естественное ощущение, что вот сейчас произойдет что-то там неладное, или может произойти. То есть естественное ощущение такого опасения, чтобы не упасть вниз. Но бывает панический страх при совершенно, ну скажем так, не тех обстоятельствах, когда он должен возникнуть. Бывает, у человека вдруг просто возникает необъяснимое ощущение страха, и он даже не понимает, с чем оно связано. То есть нету никакой видимой опасности. Вдруг раз, и появляется страх. Бывает, вы увидели что-то, или кто-то вам сказал какое-то слово, да, или набор фраз, и возникает страх. Почему это происходит? Потому что в прошлом, в записи, точнее в уме, так будет правильнее сказать, существует уже вот это ощущение, где была реальная угроза для выживания. То есть там уже присутствовал страх. Например, на вас кто-то напал и причинил там какие-то физические, например, увечья, да, то есть какую-то физическую боль, вы потеряли сознание. И в этот момент были сказаны какие-то слова, там, он уже ни на что не гонен, или я могу делать с ним все, что захочу. То есть слова, запах, какие-то действия, звуки дополнительные, все это откладывается, записывается в уме. И потом, например, если кто-то в обычной жизни вам скажет что-то подобное, или вы почувствуете исходный запах, какое-то похожее состояние, то что произойдет? Происходит включение, реактивация этого случая. И, соответственно, когда происходит реактивация, вы начинаете чувствовать скованность, страх, какие-то необъяснимые эмоции. То есть вы начинаете чувствовать что-то, что не дает вам двигаться дальше. И это как раз и есть вот эти ощущения, которые идут из ума. Понятно, что если вы чувствуете естественный страх, когда, например, рядом дикое животное, и вам нужно быстро как-то спрятаться, или убежать, или еще что-то снять. То есть это естественное ощущение. Но вот то, о котором я сказал, это, по сути, неестественное ощущение. Оно идет из ума. Оно не должно у вас образовываться в таком случае. Но оно образовывается. И таких случаев довольно много. А когда у человека страх, он начинает не только опасаться, но он может вести себя и агрессивно. Может защищаться, может нападать на другого человека. Почему происходят войны и конфликты? Потому что одним говорят, что те нападут, потом тем говорят, что другие нападут. И таким образом разогревают конфликт, пока он не переходит в какую-то очень сильную, ну скажем так, сильное противостояние. И, соответственно, чем больше нагнетает третья сторона этот конфликт, тем сильнее идет противостояние. Поэтому в данном случае, когда кто-то вам говорит какую-то фразу и у вас включается ощущение страха, важно что сделать? Посмотреть, откуда оно пришло. Может быть, сразу этот случай не придет, не откроется. Но если вы будете копать глубже, то есть делать раскопки, смотреть внутрь, 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 то вы увидите это. То есть вы почувствуете, откуда это идет и сможете это уладить. Вот когда я провожу сессии процессинга, я как раз позволяю человеку, помогаю ему заглянуть туда глубже, внутрь и понять, откуда идет этот случай. И, соответственно, когда у человека проясняется сознание, когда он может посмотреть глубже, то у него наступает понимание, откуда это идет. И самое главное, мы углубляемся все глубже, глубже, глубже и находим реальную причину страха, когда произошло действительно это насилие, негативные эмоции и так далее. Тогда мы прорабатываем это, справляемся и это уходит. Вот такая технология. То есть она действует безотказно во всех случаях. То есть это действительно работает, это действительно помогает человеку справиться со своим состоянием и улучшить его. Давайте сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает. Сядьте, как обычно, в удобном месте, закройте глаза и почувствуйте пространство сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Ощутите это. И потом почувствуйте, есть ли у вас какие-то опасения, страхи, какие-то эмоции, связанные с беспокойством. То есть просто почувствуйте это. Каково это? Опять же, не закрывайтесь, дайте этому проявиться. Почувствуйте, где это расположено, у вас в теле или где-то вне тела, каково оно, как оно проявляется. То есть максимально подробно прочувствуйте это во всех деталях. И когда почувствуете это, дайте этому проявиться. Посмотрите случай, откуда это происходит, откуда идет этот страх. Возможно, это был какой-то недавний случай, когда это ощущение страха проявилось. И потом, когда вы его почувствовали, вернитесь туда, внимание, перепроживите его. То есть перепрожить, это значит ощутить его, не просто вспомнить, а почувствовать во всех деталях и дать ему возможность проявиться. Потом сделайте так несколько раз, пока вы полностью прочувствуете этот случай во всех деталях, почувствуете его всю глубину. То есть почувствуете, что заряд оттуда начал выходить. Потом, когда вы так делали, то открывается более ранний подобный случай. То есть когда это было раньше, подобное ощущение страха. Потом этот же случай также перепроживите там один, два, три раза, сколько необходимо, чтобы заряд вышел. И так двигайтесь к самому раннему случаю, когда была действительно угроза выживанию, когда было что-то серьезное настолько, что вы действительно почувствовали этот страх. И потом проходите этот случай уже столько раз, сколько необходимо, чтобы он полностью удалился. И когда вы почувствуете, что там больше нет заряда, это и будет завершением случая. То есть это будет говорить о том, что все, вы закончили с этим, и случая больше нет. То есть имеется в виду, оттуда вышел весь негативный заряд. Вот. Таким образом действует технология. С помощью нее можно убрать любой заряд, не только страх, но и каких-то других негативных эмоций. Вот. И после того, как почувствовали, что все, случая больше нет, там заряд исчерпан, вы можете завершить сессию и поблагодарить себя, пространство, наполнить его любовью. Вот если у вас что-то не получается в проработке, да, или какие-то вопросы появляются, напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные под этим видео. Также там есть книги «Мир и вечного познания» и «Полного исцеления», где можно более подробно узнать о процессинге и о том, как можно создавать Вселенные с помощью своего намерения. Вот. Вы их можете прочитать по ссылкам в описании. Если это видео вам понравилось, было полезным, поставьте отметку, палец вверх, нравится. Подпишитесь на мой канал, если еще не подписчик. Включите колокольчик для напоминания о новых видео. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, чтобы они тоже смогли его посмотреть. Я уверен, оно будет им интересным и полезным. На этом, друзья, мы будем заканчивать. Вам желаю счастья, осознанности. Посмотрите те видео, которые появились на экране. Это видео о процессинге, как изменить свою судьбу и как избавиться от негативного заряда. И, конечно, подписка на мой канал и мой сайт, где можно узнать больше информации обо мне и о процессинге, о тех технологиях, которые помогают в улучшении качества жизни. А мы увидимся с вами завтра в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. До скорой встречи и всего наилучшего.